МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. У студии Сергей Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Будовничий план для живелого доля. У Минской области протягивается реконструкция ферм. На данный момент мы даем около 11 литров на корову. Прибыток от молочной модернизации подлечила Татьяна Кристофович. У Добрый шлях. 26-я Кострышника. У Беларуси означают День автомобилиста и дорожника. Делаем ставку на прямые договора. Будем искать объемы в Минском районе, в Смолевище, надеемся. Место для новых перемог. На Минщине повеличивается койкость спортивных объектов. В следующем году обещали поставить освещение. Будет очень хорошо. Можно вечером погулять, когда будет темно. Халатность коммунальников стала причиной часового отключения тепла в детячем садку на Логойщине. На котельню везцы Косина, чтобы слуговала дукационную установку, вышла зладу помпа. Однако, включить додатковую установку смогли только праздник лекарьки годин. За отсутности на рабочем месте Качагара. Увы, не ку педагогам и выхованцам довелось на некоторый час отчуть пелный дискомфорт. После вмешательства кировнисту в области, проблему районные влады вырешили. В детячем садку и снова тепло. Активные дети образ вели в группе, поэтому им было даже очень тепло. Но вот спали, что да, они были одеты. Колготочки не были, и свитера. Ватареи стали теплые по сравнению, как было вчера. Нам наладилось отопление, и тепло стало само. Ответственность в первую очередь и за заготовку топлива, и за подачу тепла несет жилищно-коммунальное хозяйство. Но не снимаем вину и учреждения образования, которые обеспечивают должно благоприятные требования и выполнять санитарно-эпидемиологические требования. И видя, что ситуация сегодня, допустим, неблагоприятная, необходимо было бить во все колокола, звонить и требовать, чтобы подача тепла соответствовала требованиям. Проблемы в особенно взятом населенном пункте можно было бы вырешить худше, или коммунальники разом с отделом эдукации нашли выезд на районном узруне. Виноватые у ситуации будут пока раны. Ситуация восстановлена, температурный режим восстановлен. Надеюсь, что таких факторов больше у нас не повторится. Проблема возникла в связи с дымососом. Здесь, значит, человеческий фактор роли сыграл. Но мы на сегодняшний день, как вы видели, наверное, посещали детский садик, который она отапливает, и школу. Температурный режим на сегодняшний день восстановлен. Нормальный, значит, кочегар, котельный. Сегодня нами рассматривается вопрос об увольнении данного человека. Беспечность дорослых провела до дорожной трагеды в Стародорожском районе. Везцы горки под колами автомобиля опынулись дети. Разом с выховальницей двое трехгодовых малых переходили дорогу по за пешеходным переходом. 27-годовые женщины и дети были шпитеризованы, але после огляду медика усеяны уже вернулись до дому. Межтым от места сдарения пешеходный переход находился у всего некольких десятков метров. В этом часе на Минщине повеличилась колькость автомобильных сдарений за делом пешеходов, связанных это с померчением светлового дня. В темный час суток той, кто едет по обочине, теперь оходит дорогу, а маль небачный для водителей. Как продухелить трагичные выпадки, супрационники ДАИ провели адмысловую акцию. Пешеходам нагадали правила руху и подаровали светлоотбивальные элементы. Так только в Молодежинском районе вязковым жахарам раздали больше за четыре сотни фликеров и некольки десятку специальных кемизелек. Сейчас даже похоже на сотрудничество. Дверь с авториспекцией. Заперзи, девчата, держитесь. Иду на работу, темно, и с работы темно. Я один на руку и на сумке у меня фликер. Люди на дороге не видны. Если они переходят без световозвращающих элементов, то водителю достаточно трудно их заметить. Это деревня. Практически все ее жители, которые двигаются к электричке, переходят через автодорогу республиканского значения по установленным пешеходным переходам. Вот чтобы обезопасить их, проведена данная акция. Отзначу на меньшине, амаль кожная третья авария отбывается за делом пешеходов. С початку года 48 человек загинули, потерпели амаль две сотни. До новых тем. В Минской области протягивается реконструкция молочно-товарных ферм. Все работы идут господаршим способом. Это позволяет экономить грошовые сродки. На объектах, заденевши на будовничея бригады, специализованная техника. Завершением ремонта не только повеличивается поголовье, але и чекается значный рост продукционности живела. Прибыток от молочной модернизации подлечила Татьяна Крештафович. На меньшине повеличились объемы вытворчасти молока в первую чергу за кошт модернизации. Этот комплекс ранее специализовался на откорме буйной рогатой живелы. На приконце года его отремонтовали, ця пергета – молочно-товарная ферма. Кроме того, в контексте того, что необходимо культуру производства повышать порядок, по благоустройству территории произведены работы. Даже в этом году более 300 миллионов было затрачено на асфальтсирование. Это первая ферма у господарца, которую закранула масштабная модернизация. Тут укоранились сучасные обсталявания. Доильные залы оснастили по всех нормах. Усталявали компьютеры, которые сочи за здоровьем живелы. До речи, с найновшими технологиями операторы машинного гадаяния пособравали утка. Сразу не думалось, по икаку, тяжело на этой дойке и доярочкам, и доярки уже привыкли. С этой дойки сегодня ни одну доярку не отправишь на другую группу. Потому что тяжелее там работать, чем здесь. Сколькость работников на такой ферме минимальная. Новую умову полепшили празу живеловодов. Проще, конечно. Они аппараты не носят туда-сюда. Мыем все на месте. Вода на месте. Везде и сюда надо работать. Те легче, те труднее. Тут утрымливается 14 живел. С первых же дюйон на ферме почали отрымливать молоко, вышедшим на ратунку. У сутки сдают по 10 тонн. На данный момент мы даем около 11 литров на корову. Ну, с учетом того, что сейчас осень, пастбища уже нет у нас практически, конечно, водои немножко уменьшились. Сейчас корову станут на зиме стоевый период, водои, соответственно, повысится. Первый початковый ремонт фермы каштавал 13 миллиардов рублю. Алисерегасовы творцы до справы подошли отказно. Подлечили, что дякучу господаршему способу можно заканомить. Своими силами и бригадами модернизация обошлась вдвое от ней. А купиться она повинна уже в праздник. Татьяна Кристофович, Андрей Кулигавы, Минщина. В добрый шлях 26-я Кострышника в Беларуси день автомобилиста и дорожника. Сегодня по территории Минщины проходят больше за 20 тысяч километров магистралю. Будуются новые мосты, дорожные полотно ремонтуются и поднимаются в належном стане. Так, червенские специалисты поднимаются в парадку не только местовые дорожные артерии, а Али працуют на важных будовничных пляцовках. Сегодня работники заняты на добрую парадковые молочно-товарные фермы и уже есть певные домовые на выконании будовничных работ в соседних районах. Сродки идут на приобщение дорог местовых значения на обслуговании червенского управления около 600 километров полотна. Все это организация выпустила 16 тысяч тонн асфальту. Чверца объема пошла миновита на мясцовую сеть. У нас год не заканчивается, у нас переходит просто сезон к сезону, от одного сезона к другому. Единственное, что приостанавливается, у нас укладка асфальтобетона, ямочные ремонты асфальтобетона. А так, ну, сейчас начнется зимний период, будем уже обрабатывать ПГМами, очистка сейчас снега. Ну, у нас круглые работы хватает. Делаем ставку на прямые договора, будем искать объемы в Минском районе, в Смолевище, надеемся, в Мариногорке та же, ну, и в Чернском районе тоже какие-то развиваются предприятия. Вот, кожзавод сейчас выкупила фирма, которая занимается медпрепаратами, благоустройство территории. Место для новых перемог. На Минщине повеличивается колькость спортивных объектов. Так у простоличьи на одну футбольную пляцовку стало больше. Вершное зеленое поле подаровали сенецким спортсменам. Янот побидаю всем международным потребованием. Объект уже укористается популярностью не только у школьников, а лею дорослых, а матрою здорового ладу життя. На новом поле планует сладить спортыкияды сирот установки КАЦ и организации района. Обстареванная зона для болельщиков. Взручные сяденьи изъявились идиокучим основым организациям. Стараемся приходить почаще на парах физкультуры. Принимаем участие иногда, играем вместе с ними. Очень нравится. Такой площадки у нас здесь не было. Сейчас, допустим, тренируется Дюсаша Минского района. Здесь, по-моему, четыре группы ребят маленьких тренируются с удовольствием. Также она открывается для местного населения. На Рычауминском районе это уже четвертое новое поле для мини-футбола. До конца года подобная пляцовка изъявится и у Михайновича. По кульсенецкие спортсмены оценивают сиякость штучного покрытия. И оно, до слова, дозволит открывать футбольный сезон на неколькие месяцы ранее. По выходным каждый день открывают нам площадку. Играем. В следующем году вообще обещали поставить освещение. Будет вообще хорошо. и можно вечером погулять, когда будет темно. И на этом у меня все. Доброго настрою и до встречи.